Сначала нужно было всё сломать, снести, а потом уже это всё сделать в нормальном виде. Так под бульдозером оказалось старое дорожное покрытие, остатки бордюров и лавочки, которые трещали по швам. К дому номер 17 по улице Минина не могла подъехать спецтехника и даже скорая помощь. Сегодня этот двор не узнать. Появилась парковка для автомобилей, увеличилось дорожное пространство. На горизонте установка фонарей и малых архитектурных форм. Очень долгое время не производился ремонт совершенно. У нас были разбитые дороги, ямы, лужи, грязь была. Сейчас занимаемся ремонтом. На данном этапе у нас заложены бордюрные камни, поребрик, положен асфальт. Значит, мы произвели расширение дорожного полотна, сделали заездной карман. Сквер УЗТЭ за Свиярском районе также не остался без внимания. Хаотично рассаженные деревья, мусор и грязь скрывали парк от глаз горожан. Сегодня здесь появились пешеходные дорожки, по которым уже без труда гуляют инвалиды и семьи с детьми. Производятся работы по заездному карману, земляные работы, вывозят грунт, устраиваются основания. После этого будет освещение, потом детская и спортивная площадка уже с оборудованием, скамеечки, урны. Дом 2, дробь 19 по улице Корунковой не знал ремонта 36 лет. Ситуация аналогичная. Большое желание менять все к лучшему и нехватка денег. Благоустройство дворовых территорий финансируется благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Ключевую роль в выборе того, каким будет двор в будущем, играют сами жители. Коллеги строя заказчика перед началом будущего сезона уже заблаговременно проводят встречи, обсуждают, дискутируют. Жители вносят какие-то свои предложения, коррективы. Все это в первую очередь мы делаем так, как это будет удобно и нужно жителям. 17 дворов Ульяновска уже на стадии завершения первого этапа – замены дорожного полотна. Далее будут установлены линии освещения, лавочки и детские игровые площадки. По проекту обновление коснется и парков Прибрежный, новое поколение, средний венец.